Что такое КТ? КТ это неинвазивный метод диагностики, который очень часто используется для диагностики заболеваний абсолютно различного генеза, то есть это могут быть и заболевания костной системы, и заболевания брюшной и грудной полостей, заболевания носа, заболевания головного мозга, то есть спектр применения этого исследования, он достаточно широк. В чём суть этого исследования? По сути КТ это очень-очень сильно улучшенный рентген. В чём отличие? Когда мы приводим своё животное на рентген, мы делаем один снимок и, соответственно, оцениваем его. КТ такой метод исследования, который делает множество снимков в аксиальной, то есть поперечной плоскости, соответственно, стол двигается во время исследования, животное проезжает через вот этот бублик, и во время этого, соответственно, в этой части находится детектор и рентгеновская трубка. Они вращаются. Каждое такое вращение — это один срез, один снимок. Таких срезов на животное может быть более тысячи, в зависимости от того, какой объём мы исследуем. После того, как мы заканчиваем исследование, компьютер непосредственно моделирует вот эти все сырые данные, вот эти срезы, в 3D-изображение, которое, соответственно, мы можем оценивать. Как проходят непосредственно наши исследования? Если вам необходимо КТ, вы просто записываетесь по телефону, приходите к нам. Единственное, что животное, конечно, должно быть голодным. Это необходимо для того, чтобы в анестезии не произошло никаких осложнений. Во время того, как вы приходите, вас, естественно, осматривает доктор, анестезиолог для того, чтобы исключить всяческие риски перед непосредственным введением наркоз. То есть это в первую очередь кардиологические риски, ну и оценка общего состояния. Если всё хорошо, животное готовится к короткой седации. КТ-метод исследования достаточно быстрый, поэтому само исследование занимает не более 15-20 минут, в зависимости от того, что мы смотрим. После этого происходит непосредственно сама седация, животное далее уже подходит к своему месту работы оператор, укладывается животное на этот стол в том положении, которое необходимо для исследования той или иной области. И начинается само исследование. Во время исследования анестезиолог и врач не находятся в самом кабинете КТ, поскольку рентгеновское излучение достаточно сильное. И если человек будет находиться здесь долго, возможно какие-то осложнения со здоровьем. Поэтому, конечно же, здесь находится только животное. Анестезиолог следит за животным удалённо с помощью специальных аппаратов, которые показывают дыхание и сердцебиение. И начинается непосредственно само исследование. То есть животное прокатывается. При необходимости вводится контрастное вещество. И, соответственно, после этого исследование заканчивается. Оператор оценивает то, что получилось. В случае, если всё хорошо, то животное мы пробуждаем. Пробуждаются животные, соответственно, по-разному достаточно. То есть кошка просыпается чуть дольше, собака просыпается чуть быстрее. Естественно, есть нюансы, всё зависит и от общего состояния. Но в целом в течение часа животное уже должно проснуться, после чего вы сможете его забрать. И, соответственно, после этого снимки уже оценивает непосредственно доктор лучевой диагностики, после чего на почту отправляется заключение. Никаких противопоказаний к непосредственно методу исследования самому как методу нет. Есть противопоказания к проведению наркоза. КТ – это метод, достаточно чувствительный к движению, поэтому животное должно спать хорошо и глубоко. Если, соответственно, есть противопоказания к проведению анестезии, то, скорее всего, КТ провести не получится. Мы делаем КТ и совсем маленьким пациентам. Это и мышки, и крыски, и кролики, и ёжики, кого только у нас не было. Но основная часть пациентов – это, конечно, всё равно кошки и собаки. КТ, в принципе, как метод исследования, он подходит для поиска огромного количества патологий, но чаще всего используется первая степень применения – это ортопедия, то есть это проблемы с костями, проблемы с суставами, особенно когда есть какие-то деформации конечностей, допустим. И хирургу нужно спланировать операцию для того, чтобы… Ну, для этого ему нужна 3D-модель вот этой конечности. Соответственно, КТ в этом случае незаменимый метод исследования. Огромное количество заболеваний грудной и брюшной полости, связанные там и сердечные патологии, и шунты, и, соответственно, ну, то есть мальформации развития сосудов, и воспалительные заболевания грудной и брюшной полости. Онкология вся, то есть спектр применения КТ крайне широк. В неврологии также КТ применяется, но реже, чем МРТ. На КТ мы чаще всего можем увидеть травму костную, то есть травму либо позвоночника, либо черепно-мозговые травмы оценивать лучше на КТ, поскольку костные фрагменты, костный компонент на КТ виден гораздо лучше. Для проведения процедуры КТ необходимы свежие анализы крови, также необходимо кардиологическое обследование и, соответственно, не кормить и не поить животное, не кормить в течение 8 часов, не поить в течение 3 часов. Мы находимся в соседнем кабинете, соответственно, отсюда операторы-анестезиолог наблюдают за ходом исследования, оператор занимается непосредственно исследованием, а анестезиолог наблюдает за животным. На этом мониторе, соответственно, мы можем видеть по камере само расположение животного для того, чтобы оценить его состояние. Этот монитор нам поможет также следить за состоянием животного, он показывает пульс и дыхание. И эти два монитора необходимы только для оператора. На этом мониторе проводится, это монитор самого томографа, здесь проводится само исследование. Это монитор для просмотра снимков, соответственно, в данном случае было проведено исследование коленного сустава, и вот мы можем видеть непосредственно очертания костей, мышцы и суставные поверхности. После того, как снимки, соответственно, попадают к врачу, начинается процесс описания. КТ – это достаточно объемное исследование, которое включает в себя большое количество снимков, то есть это может быть тысяча и более снимков, которые нужно оценивать последовательно. То есть есть специальные алгоритмы, которыми мы пользуемся, то есть откуда начинать смотреть, на что обращать внимание, ну и, конечно, мы стараемся решить ту клиническую задачу, которую поставил перед нами направляющий врач. То есть если у собаки болит нога, мы должны найти, почему это происходит. В данном случае, собственно говоря, так все и произошло. И сам процесс описания достаточно длительный, он может занимать до полутора-двух часов в зависимости от тяжести случая и от объема самого исследования. Но в целом заключение чаще всего владелец получает в тот же день, то есть в день обращения. КТ не стоит бояться, это абсолютно безопасный метод исследования, но это сложная диагностика, и КТ не проводится просто потому, что вам захотелось что-то посмотреть, потому что есть все равно определенные риски, риски анестезии, и лучевая нагрузка тоже ее никто не отменял. Вот, поэтому, соответственно, КТ бояться не нужно, но делать его нужно только по показаниям. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok